Привет, ребята, привет, друзья, привет всем из Канады. Решил записать ролик, я тут побеседовал с одной женщиной знакомой, ну дамой у меня есть, и разговор зашел за Португалию. А у меня есть ролик, я его выставлял, я ссылку сброшу, вы посмотрите. Он называется у меня «Жизнь в Канаде. Как было, как стало?» Вопрос друзьям, 15 стран. Я действительно сделал такой, ну грубо говоря, опроса, я обзванивал своих друзей. У меня на самом деле больше людей живет в большее количество стран, но я дозвонился только в 15 стран. Там разные страны, посмотрите, послушайте. Ну ведущие страны там и Австралия, и Новая Зеландия, ну Штаты, конечно, там масса стран, Болгария, 15 стран. И чем этот опрос закончился, я там рассказываю. Как было, как стало. Так вот там в этом списке есть и Португалия. У меня там, я рассказывал, там и знакомые у меня есть рассказывали. В общем, не в этом дело. Вот я хочу сказать, я побеседовал, ну и вот я просто вспомнил как бы этот ролик. Думаю, я ж там по чуть-чуть, там ролик у меня на 45 минут, смотреть до конца, в конце там фраза. Но на самом деле эти 15 стран, вы же понимаете, я ж не мог там очень долго рассказывать про каждую страну отдельно. Поэтому там такие как нарезки в том ролике. А вот тут я побеседовал и думаю, наверное, запишу вот конкретно про Португалию, то, что я как бы знаю. Вот я там говорил, все объяснял, рассказывал, как я объяснил. Так вот, конкретно вот тема пенсионеров. Ну, больной вопрос, пенсионеры, как живут, сколько получают. У меня очень много роликов про канадских пенсионеров, я рассказываю. Я же сам-то на пенсии. Мы приехали с Харькова, в Украине в 99-м, 25 лет уже в Канаде с семьей. Ну, то есть, действительно, что-то знаю, что-то видел. Так вот, про канадскую я не буду рассказывать. Посмотрите, у меня там масса роликов. Какая минимальная пенсия в Португалии? Докладываю. Размер португальской пенсии является одним из самых низких среди государств-членов ЕС. и составляет всего 319.49 евро. Ну, грубо говоря, 320 евро. Для тех, кто в своей жизни не работал ни дня и продолжает жить, не имея источника дохода. Понятно, да? Кто в своей жизни не работал ни дня и продолжает жить, не имея источника дохода. 320 евро. Класс. У нас, я на своих роликах же рассказываю, 1700-1750. Сколько нужно проработать в Португалии, чтобы получать пенсию? На португальскую пенсию могут рассчитывать граждане, достигшие возраста 66 лет, которые работали на территории страны и оплачивали социальные взносы от 15 лет и дольше. Вот так. У нас проработал, не проработал, приехал, вызвали. В общем, второй вопрос. 10 лет прожил, 66 лет, 1750. На одного. На одного. На двоих 2700. И есть еще третья опция, 3,5. и каждый получает по 1750. Ну и еще буквально пару слов и на эту же тему. Значит, тоже пишут и дают информацию, сколько надо денег, чтобы жить. Ну действительно, чтобы пенсионеры получали и жить. Так вот, по статистике, цифры плавают 1200-1500 евро. Да, это действительно, как они указывают, вот на эти деньги, как бы можно, в принципе, пенсионерам жить. Ну вот, кратенько вот так. А вы сами решайте. Это вам решать. Тем более, что меня могут слышать люди из Португалии. И, наверное, они могут реально рассказать. Так как я вот о Канаде же рассказываю. У меня действительно много роликов. Их смотрят, кстати, неплохо смотрят. Про канадских пенсионеров я рассказываю. Я сам на пенсии давно уже. Так что я в курсе этой темы. И еще очень много, значит, люди ведут разговор, что Канада как бы дорогая. Абсолютная правда. Только понимаете, в чем дело? Вот я вам просто свое мнение скажу, как я понимаю эту тему. Если страна хорошая, ну, допустим, как Швейцария, давайте даже и не так скажу. Вот возьмите список десятки лучших стран в мире по уровню жизни. Открывайте, посмотрите за последние, скажем, ну, к примеру, я говорю, 10 лет, 15 лет. За последние 10-15 лет. И посмотрите список. И вы увидите, что в этом списке постоянно там мелькало, и до сих пор, кстати, мелькает Канада. Были годы, ну, 3 года назад, 5 лет назад. В общем, скажем так, десятку, вот я говорю, 10 лет. Ну, Канада была на разных, там и первое, и третье, и пятое, там разные места. В этом году, вот сейчас, 24-й год, по-моему, на 12-м месте, если я не ошибаюсь, сдали позиции, абсолютная правда. Это сейчас, 24-й год. Перед этим я сказал. И что я хочу сказать. Вы понимаете, если страны вот эти, которые вы почитаете, этот список, вот в этих странах действительно хороший уровень жизни, ну, я же говорю это в десятку, там везде дорого. Там везде дорого. Не может по определению страна быть хорошей, крутой, вот в этом списке по уровню жизни, и чтоб там, ну, грубо говоря, ну, грубо говоря, чтоб там все было дешево, там, зашел попить кофе, то тебе говорят, ну, пожалуйста, там, 10 центов. Да нет. Зайдешь кофейку попить, тебе скажут, 7 евро или 12 евро. И так везде. Жилье, вот многие ведут разговор о жилье. Везде дорогой рент. Относительно их зарплат, ну, как у них, у них же, понимаете, в чем дело. Вы, кстати, тоже можете посмотреть, какие у них зарплаты. Ну, вот у меня, допустим, мой товарищ пришел ко мне несколько лет назад и говорит, помоги. Ну, я вообще по жизни помогаю людям, это мой главный принцип. Я для этого и ролики-то эти записываю. Я просто хочу помочь людям разобраться, чтобы они поняли, что их обманывают, врут. Вот эти, как я говорю, неудачники, слабаки, и еще я применяю слово такое дебилы, мутанты. Вот эти мутанты обманывают людей. Так вот, что я хочу сказать. Если вы, внимательно посмотрите, вы поймете, что нигде халявы нету. Если дешево, так это куда-нибудь в Мухосранск. Это вот Папа-Гвинея, Куба, да, там дешево. А если нормальная страна, ну, везде дорого, и жилье. Понимаете? Ну, я вот простой пример приведу. Доминика. Мы когда начинали ездить, ну, в начале двухтысячных, мы приехали в 99-м, а в 2000-м уже поехали. Ну, правда, мы поехали на Кубу первый раз. А потом все, я больше в Кубе никогда не был. Ну, еще раз был, два раза за всю жизнь. А вот все остальные страны, мы ездили по два, три раза в год, стабильно, каждый год. Ну, сами понимаете, сколько я видел. И Европа в том числе. Так вот, что я хочу сказать. Вот Доминика, я конкретно говорю, когда еще один аэропорт у них был, она действительно была зачуханная. Сегодня в Доминике нормальную квартиру, нормальная конда, нормальный дом, ну, 1250-350 надо. Представляете? Доминика. 350 тысяч. Америки. Это же не канадские доллары, надо же курс еще учитывать. У нас за полмиллиона тоже можно купить. Пожалуйста, едь в Альберту и покупай. В чем дело? Вы же знаете, у нас провинции, территории. Пожалуйста, едь. Манитоба. В чем дело? Сент-Джорс. Вообще, без проблем. Квебек. Там намного дешевле. У нас два города дорогих. Это правда, города. Ванкувер Энтарона. Это правда. Так это же города. А страна-то огромная. Везде можно найти, поездить и посмотрите. Посмотрите, сколько у нас провинций. Посмотрите, сколько у нас территорий. Везде цены намного дешевле, чем у нас. На порядке отличаются. Язык. Ну, допустим, Квебек. Ну, какая разница, если у тебя нет английского, тебе надо его учить. Ну, нет французского, учи французский. И так везде. Работы. Ну, нет у тебя работы здесь. Ее ж надо все равно искать, устраиваться. Ну, и там так приедешь. Но там все дешевле. В стране. Я говорю о стране. Я ж не говорю вот конкретно там город. Даже у нас. Вот у нас тут в Антарио абсолютно разные цены. На Ниагарском регионе намного дешевле, чем у нас тут, где я живу, в Житии Торото. Я вот живу от Стилса 20 минут. From North 20 минут. Да, у нас дорого. Это правда. Да, слава богу, что дорого. Класс. Вы понимаете, что эти люди обеспечили себе старость. И те, которые сегодня покупают, тоже обеспечат в перспективе себе старость. Точно так же. Вот сегодня они покупают у нас, я к примеру говорю, в Берри, можно купить сегодня за 600 тысяч. Да, но неважно на вид. Ну, так с виду, конечно, не такие фешенебельные дома, как там по 800. 580. Ну, с виду, да, не такие неказистые. Ну, там нормально. Там 3-4 бедрома. Там есть бейсмент. Там все условия. Нормальные дома. Ну, они, да, они не такие современные. Но он и стоит полмиллиона. Ну, грубо говоря, там 600 тысяч. И этот дом через 5 лет, он тоже будет стоить свои там 10, 20, 30 процентов. Он даст тебе без проблем. То есть, грубо говоря, 100-200 тысяч ты на нем поднимешь. Это будет обязательно. У нас все время так. Так было всегда. Так есть сегодня. И так будет. Делай рефаненсинг. Бери второй дом. Туда запускай тенантов. Потом бери опять. И за 10-15 лет можно прокрутить 2-3 дома. Ну, и что плохо? И вот пенсия. Я же как бы о пенсионерах. Я же рассказал. Вот Португалия. Я прекрасно знаю Швецию. Словакию. Я знаю Словакию, Словению. Прекрасно знаю. Одна из моих любимых стран, которые мне нравятся. Австрия. Испания. Да нет нигде халявы. Все нормальные страны, все дорогие. Они дешевле, чем у нас. Ну, потому что у них деньги другие. У них зарплаты другие. Но не получает трак-драйвер 10-12 тысяч долларов. Это у нас получают в Альберте. Они возят сырую нефть. Я что-то сказал. Просто я как сбился. Он ко мне товарищ пришел. Говорит, помоги. Я ему помог. Я ему дал все-все-все. Все рассказал. Объяснил. Как налоги списывать. Все рассказал. Дал ему профессионального бухгалтера. Китаянка. И сказал, все будет нормально. Он 2 года там прожил. И уже купил дом. И за этот дом выплатил. Дау-пеймент он дал. Ну, больше 50. Ну, в районе 50 процентов он дал. Он уже собрал. Представляете? Ну, да, он там купил не за миллион, конечно. Он купил за полмиллиона. Ну, а что? Хороший дом. Я знаю этот дом. Я его видел. Нормальный дом. У нас такой дом стоит больше миллиона. Но это было пару лет назад. Да. Ну, ничего. Так что все нормально, ребята. Не паникуйте. Разбирайтесь. Смотрите. Обустраивайтесь. Все у вас будет хорошо. Все. Будьте здоровы.